Разноцветный узор, веселые полоски. Вот схема этого узора. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте. Ссылочка будет под видео. Раппорт узора 12 петель. И одну петлю нужно набрать для симметрии узора. Но! Я вам покажу на одном раппорте. И для этого я наберу всего 10 петель. Почему 10? Если вы посмотрите на схему, вот в эту 10 петлю будет первый столбик первого ряда связан. Чтобы не ошибиться, я просто его вот сразу при наборе и отмечу. Так набираю 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И эту 10 петлю замечаю. А теперь я наберу еще 3 петли начальной цепочки и 6 петель подъема поворота. То есть всего 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И свяжу столбик без накида вот в отмеченную петлю. Она у нас 10 будет. Сюда столбик без накида. 3 воздушных петли. Пропускаю 2 петли начальной цепочки. Раз, два. И начиная с 3 вяжу 7 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. На седьмой столбик я последний этап не довязываю, потому что здесь я поменяю ниточку. И следующий ряд буду вязать дополнительно цвета. Последний этап. Я свяжу ниточку двумя ниточками. Теперь буду вязать дополнительный. Воздушная петля. Поворачиваюсь. На каждом столбике с накидом вяжу столбик без накида. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Теперь самое интересное в этом узоре вот такие вот цветные квадратики. Как они вяжутся? Сначала вяжем три столбика с одним накидом вот под эту цепочку. Раз, два и три. Делаем воздушную петлю. А теперь нам нужно связать еще три столбика с одним накидом вот под вот эту вот цепочку, вот в эту точку. При этом это будет что-то среднее между столбиком с одним накидом и пышным столбиком. Мы вытягиваем ниточку, вытягиваем ее свободно на высоту, то есть на толщину вот этих вот трех столбиков. И провязываем столбик с накидом. Таких у нас будет три столбика. Вытягиваем ниточку свободно, провязываем. И третий раз вытягиваем свободно и провязываем. То есть в этом узоре вся хитрость заключается именно вот в этих вот удлиненных столбиках с накидом. То есть нужно стараться вязать их ровненько. И в конце ряда столбик без накида под петли подъема поворота. И пока мы эту ниточку оставляем. Теперь вяжем опять основным цветом. Формируем петельку. Делаем три воздушных петли. И вяжем на семи столбиках без накида. Вяжем шесть столбиков с накидом. За первый столбик считаем петли подъема. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Шесть столбиков только в начале. В середине полотна здесь будет также по семь столбиков с накидом. Теперь делаем две воздушных петли. И столбик без накида. Вот надо найти эту воздушную петлю, которая вот между группами столбиков. Сюда вяжем столбик без накида. Две воздушных петли. И столбик с одним накидом на столбике без накида. Это вот такой выравнивающий ряд. И, в общем-то, можно и заканчивать вязание, чтобы было ровненько. Теперь делаем, но вот эти квадратики у нас расположены в шахматном порядке. Поэтому покажу еще разочек. Делаем подготовительный ряд для квадратиков. Три воздушных петли. Поворачиваемся. И здесь, поскольку это начало ряда и у нас петли подъема считаем за столбик, вяжем шесть столбиков с одним накидом. Два столбика вяжем под воздушные петли. Третий столбик вяжем на столбике без накида. Два столбика под воздушные петли. И еще один столбик на первом столбике с накидом. Теперь делаем подготовительный участок для следующего такого цветного квадратика. Три воздушных петли. Два столбика мы пропускаем. На третьем вяжем столбик без накида. Три воздушных петли. Два столбика пропускаем. На третьем вяжем столбик без накида. Но в данном случае это будут петли подъема. А теперь я буду вязать дополнительным цветом вот с этой стороны. То есть в том же направлении, куда я только что вязала. Для чего это надо? Чтобы вот эти удлиненные столбики располагались последовательно. То слева направо, то справа налево. Ну и в общем-то, если вы будете вязать одним цветом дополнительным, то вот ниточка она здесь, чтобы не обрезать. Воздушная петля. Столбик без накида под петли подъема. И еще шесть столбиков на столбиках с накидом. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вот подошли к этой галочке. Здесь вяжем такой же квадратик. Три столбика с накидом за вторую цепочку. Раз, два, три. Воздушная петля. И теперь три удлиненных столбика с накидом под первую цепочку, захватывая вот только что связанные столбики. Вытягиваем ниточку, провязываем. Раз, два, три. И в конце ряда столбик без накида на столбики с накидом основного цвета. И так же эту ниточку оставляем. Так, перекрутилось все. Следующий ряд так же вяжем основным цветом. Делаем пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Из них три петли подъема, два уже следующего ряда. И столбик без накида находим воздушную петлю, которая у нас вот между группами столбиков. Две воздушных петли и семь столбиков с одним накидом. То есть дальше у нас вязание повторяется. Если вы посмотрите на схему, там шесть рядов раппорт. То есть сейчас мы вяжем шестой ряд. А начиная седьмого будем повторять. То есть седьмой ряд вяжется так же, как первый. Последний. Теперь мы сделаем шесть воздушных петель. Четыре, пять, шесть. И на четвертом столбике свяжем столбик без накида. И дальше уже все идет совершенно так же. Три воздушных петли. Первый столбик из семи мы вяжем на столбике. Дальше два столбика на воздушных петлях. Один столбик на столбике без накида. И поскольку это у нас конец ряда, здесь будет три столбика под цепочку. Если бы это была середина, как мы вязали вот здесь два. И последний столбик с накидом на столбике с накидом. Здесь он будет под цепочку. И теперь вот со второго ряда все абсолютно то же самое. Начинаем вязать дополнительной ниточкой. Можно в каждом ряду использовать разные остаточки. Давайте покажу вам, как это выглядит на большом образце. Вот такой вот веселенький образец у меня получился. Вот о чем я вам говорила. То есть за счет того, что вот эти вот цветные ряды вяжутся в разных направлениях, вот эти вот вытянутые петельки также вот в разных направлениях придают некоторый ритм рисунку. Узор смотрится абсолютно одинаково на двух сторон. Так что можно его использовать и для вязания двухсторонних вещей, то есть каких-то шарфиков, палатинов. Узор, в общем-то, достаточно ажурный, хотя, в общем-то, тут вот плотный. То есть, ажур за счет вот этих вот отверстий, которые, уголки вот этих вот повернутых, как бы квадратиков. Ну, в общем-то, немножечко ажурность в нем есть. Как видите, можно каждый ряд вот этот цветной вязать новым цветом. Можно использовать один цвет. То есть это уже на ваше усмотрение. Такой вот веселенький узорчик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек.